Каким же образом были определены модуль силы F и ее направление? Самый простой случай – действие нескольких сил вдоль одной прямой. Сначала рассмотрим случай, когда к телу приложены две силы, направленные в одну сторону. Для этого проделаем опыт. Прикрепим к динамометру D1 и D2 еще один динамометр D3. Приведем систему в движение, потянув ее за нить. Показания всех трех динамометров помогут нам убедиться в том, что модуль, равнодействующий двух сил F, в этом случае равен сумме модулей сил F1 и F2. Если изменить опыт и увеличить число составляющих сил, действующих в одном направлении, то динамометр D4 покажет, что модуль, равнодействующий всех сил F равен сумме модулей всех составляющих сил. Таким образом, модуль равнодействующих сил равен сумме модулей всех действующих сил, если они направлены вдоль одной прямой в одну сторону. Направление равнодействующей сил в этом случае совпадает с направлением составляющих сил. Продолжение следует...